На льду спорткомплекса «Юбилейный» в четверг вновь встретились две молодежные хоккейные команды из Москвы «Динамо» и «Крылья Советов» «Москва». Чем закончилась вторая встреча подряд, выяснила наша съемочная группа. Повторная встреча «Динамо» и «Крылья Советов» на Тверском льду началась с гола гостей. Уступившие накануне со счетом 1-5 крылышки, уже на третьей минуте воспользовались грубейшей ошибкой хозяев. В первые 10 минут гости доминировали на площадке. «Динамо» начали нащупывать свою игру только после первого удаления соперника. Мы не играем в свою игру пока что. Нам надо всем сейчас разговаривать, собираться, начинать показывать наш хоккей, который мы умеем играть. Пока что не клеится игра, все это видят. Сейчас будем обсуждать. Счет 2-0 в пользу «Крыльев Советов» сохранился до перерыва, после которого «Динамо» словно подменили. За две с небольшим минуты преимущество гостей растаяло, как утренний туман над «Волгой». Белоголубые вспомнили, в какой хоккей они умеют играть. Александр Кисаков закатился за вороты и отдал ювелирную передачу на клюшку Валентина Никонорова, который сократил отставание в счете. Буквально через пару минут Иван Дедковский мощным кистевым броском зажег на табло юбилейного две двойки. «Крылья Советов» явно не ожидали такого развития событий после удачного первого периода. И словно застыли в изумлении. По окончанию второго периода счет на табло 3-2. «Потеряли концентрацию, да. Нужно сейчас в раздевалке послушать тренера, что он скажет. Не настроиться на третий период, выйти и выиграть». «Есть еще шансы перевернуть ситуацию в вашу пользу?» «Конечно, это хоккей. Тут каждая секунда дорога». Заключительный период прошел в равной борьбе. Динамовцы отстояли три меньшинства и имели блестящий шанс забить четвертую шайбу. «Динамо» и «Москва» одержали волевую победу над «Крыльями Советов» 3-2. И теперь ждут в Твери команду «Амурские тигры». Игра с «Хэборовчанами» пройдет 20 и 21 октября. Смотрите прямую трансляцию на телеканале «Панорама ТВ». Борьбу.